Итак, сегодня посмотрим мои сумочки. Вот с этой сумкой я хожу, но она уже поистрепалась. Купила ее когда-то давно, по-моему, в Примарке. Для того, чтобы таскать там фотоаппарат, достаточно вместительная такая сумочка, сейчас я хожу с ней гулять собакой. С этой я хожу на приличные какие-нибудь мероприятия. А в шкафах у меня огромное количество сумок, пошли смотреть. Итак, где у меня тут? Вот одна сумка. Сейчас про каждую буду рассказывать. Вот другая. Это, кстати, самая дорогая моя сумка Prada, которая мне досталась в наследство от моей подруги Юлии, которая, к сожалению, умерла. Вот она мне завещала ее. Так, тут остались какие-то поки... Аня тоже сумки. Достаем, будем смотреть. И тут еще у меня есть, кстати, тоже из Дубаи от Юли. Просто я в ней ходила. Пляжная такая сумка. Но сейчас все покажу. Что тут еще? Еще сумочка. Все практически новое, потому что пока что не ношеное. Хотя нет, есть еще вон старые сумочки, я вижу. Тут уже ремни, по-моему, все. И вот сумки пошли такие. Так. Ой, целая коробка. Это я когда-то занималась. Бэлли-дэнс. Танцами живота. Ой, ну тут кошелечки. Тоже покажу. Сейчас они как сумочки прямо. Кладчики. А, тут кладчики у меня в основном. Ну ладно, давай достанем. Посмотрим. Ну, пусть это и может походить. А нет, это... Так, ладно. Что тут еще? Угу. Угу. И... Ой, я и про эту-то забыла. Тоже такой хороший кладчик купила в Тике Максе когда-то. Сейчас все покажу. Сумочки, сумочки, мои сумочки. Сегодня я покажу свою коллекцию сумок, кошельков, кладчиков. И расскажу, откуда какая сумка, где я ее нашла, купила или кто мне ее подарил. Вот эта сумочка хорошая. Ну и также всякие лондонские такие прикольчики. Вот еще есть с английским флагом. Ну вот я разложила сумки. Все какие у меня есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Кошельки не буду считать. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемь... Восемнадцать сумок. И две, с которыми я сейчас хожу. Двадцать сумок. Куда мне столько? Ну, когда-то в свое время купила. Например, вот эту сумку купила в Duty Free в магазине Harrods. Очень, кстати, хорошенькая. Но тоже еще ни разу никуда с ней не ходила. Не знаю, куда с ними ходить. Я большие сумки покупаю, так, для работы, для учебы. Вот эти две большие. Ну, вот эту Fiorelli, допустим, я ее уже сносила. Она старенькая, но боюсь все еще выкидывать, потому что внутри она как новенькая. И носить в ней вещи очень удобно. И есть еще вот кошелечек. Новенький. Купила, еще не носила. Обожаю эту фирму. Не знаю, почему. И название нравится, и качество. Вот такой кошель. Купила, по-моему, последний раз, когда была в Лондоне или в мое последнее проживание. Стоил он что-то там, не помню, 30 или 40 фунтов. Я купила за 17,50. Пока не носила на выход, так скажем. И вот такой вот кошелечек. Мама все искала черный, но это темно-синий. И ее не устраивает такой замок. Ей надо, чтобы вот так открывалось. Но ей надо черный, кожаный. И вот типа фиореля вот такой. Чтоб ничего лишнего не было написано. Ладно. Так, про большие сумки. Значит, эту я уже сносила, эту еще нет. Вот эти две я носила, когда была, когда училась в последнем университете. Вот эту сумку я купила, по-моему, за 4 или за 7 фунтов на самый последний раз продажи в Тики Макси на Патни. Патни Бридж, по-моему, остановка называлась. Туда я ходила, часто смотрела, что там в Тики Макси продается. А стоила эта сумка, это, по-моему, натуральная кожа. В общем, что-то там 147, что ли, фунтов. В общем, дорогая была. Очень удобно. Сюда я складывала учебники, компьютер, все помещалось. И эту сумку я купила тоже в Тики Макси. Вообще все сумки я в Тики Макси покупаю. Наверное, ну вот эту только в Примарке. В общем, тоже для университета, чтобы сюда удобно было складывать компьютер, книжки, тетрадки. Ну, тут замочек уже сломался. Надо как-то его вставить обратно. Ну, еще есть у меня одна большая сумочка. Самая дорогая на данный момент, что у меня сейчас существует. Ну, наверное, дороже я уже ничего покупать не буду. Ну, эта сумка мне досталась от моей подруги Юлии, которая жила в Лондоне сначала, потом в Дубае. И, к сожалению, умерла от рака вот уже три года назад. Прада, Милана, натуральная. У Юли было очень много таких брендовых вещей. И вот эту сумку она мне завещала, когда я ездила в Москву, ее мама мне ее отдала. Не знаю, сколько она такая стоит. Тут даже где-то была карточка, что она реальная. Ну, карточки уже нет. Куда-то делась. Может, вот здесь вот она. Вот карточка. Не знаю, дисконтная или что это. Если кто знает, пишите в комментариях. Прада. Наверное, в Милане куплено или просто Прада Милана. А, нет. В Прадо Харатс она купила. Тоже Харатс, как и эта сумка, только в Прадо. Да. Вот так вот. Не знаю, даже сколько стоит такая сумка, но я с ней пока никуда не хожу. Ладно, поехали дальше. Дальше кладчики. Белый, синий. Ну, и вот эту маленькую сумочку я тоже купила в Тики Максе в последний год своей жизни в Лондоне. Очень люблю маленькую сумочку, как это, кроссшолдер называется, что ли. То есть через плечо. Но, к сожалению, вот уже где-то запачкала. Не знаю, ототрется или нет. Была у меня вот такая вот как раз моя первая сумка в Лондоне. Фиорелли. Моей любимой вот этой вот компании. Сейчас ее уже нету. Я ее как-то в машинке однажды постирала и все, она полностью истрепалась. Вот примерно такую же сумочку купила, но пока не носила. По-моему, вот это 20 фунтов стоило. Что-то такое. Тоже Тики Макс. Какие-то тут кармашки. Очень много люблю, когда много кармашков, есть куда положить. Но вот такие маленькие сумочки мне нужны как бы для того, чтобы носить мой фотоаппарат, мою камеру. Сюда камера не вмещается, зато она вмещается вот в ту, в такую сумочку. Сюда я клала камеру. Она, кстати, очень мягкая. Так что вот тоже кросс шолда. Эта сумочка куплена в примарке просто потому, что Лондон. Я сначала на сувениры покупала кому-то так в Питер, когда ехала. А потом подумала оставить себе. По-моему, она 8 фунтов стоила. Очень дешевая сумка. Вот эту сумку я купила тоже в Тики Максе. И она, по-моему, была дорогой. Но я всегда все покупаю на распродажах. Тоже типа кладчика. Вообще, я вот эти вот кладчики искала для выпускного. У меня было синее платье. Помните, я его вам показывала. И думала с белым пойти кладчиком. Купила. Потом все-таки искала синюю. Нашла вот эту сумку. Очень она такая добротная. Очень качественная. Натуральная кожа. Стоила дорого. Но по скидке получилось там что-то 10 или 12 фунтов. А стоила там около 50 или 70. Честно, не помню. Но сюда очень много всего может войти. И носить можно как кладчик. Или как сумочку. Тут есть вот такая цепочка. Достаточно длинная такая. Вот. А что тут еще есть? А, есть еще вот такая. На руку надевать. Ну так вот. Этот клатч мне не подошел по цвету. И мне пришлось купить вот этот кладчик. Честно, не помню где. По-моему, в Марксиспенсоре. Сейчас посмотрим. Нет, ничего не написано. А, нет. Аксессуары. Аксессуар. То есть в аксессуарах я купила этот кладчик. Не знаю. Восемь или десять. Сколько он стоил. Не больше десяти. Эту сумочку я, по-моему, где-то просто нашла. Очень много в Лондоне выкидывают всего. Ну, как выкидывают. Оставляют рядом с порогом. Берите. Help Yourself пишут. Это холодильник. Тут, ну, как бы не сумки. Тут вообще все, что у меня есть такого сумочного типа. Вот так он выглядит. Тики Макси. На последний раз продажи, по-моему, за один фунт купила. Стоил фунтов восемь. Это... Ой, дай бог памяти, в каком городе я это купила. В общем, в каком-то Чарити. А, нет, это, по-моему, было, знаете, где? Либерти. Он даже не знал, что тут какая-то фирма еще. Это было в Чарити на Хаммерсмит. Это даже не в городе, а именно в Лондоне. В Чарити на Хаммерсмит. Мама искала подарочки своим подругам, друзьям из Лондона. И нашла одну такую, кому-то подарила наподобие. А я себе эту забрала. Говорю, нет, нет, эту я себе возьму. Эту сумку я купила в Примарке. Уже что-то запачкалось. Не помню за сколько, но тоже так, последний год. То есть она еще новая, я ее еще не носила. Ну, фунтов десять, наверное, стоило. Ну, а эту сумку я купила в Брайтоне. За четыре, что ли, фунта. Просто как такая спортивная. Компьютер, так сказать, небольшая. Вот такие дела. И что еще? Вот ту вот не рассказала. А вот эта сумка очень дорогая. В лавтике Макси натуральный замш. Выглядит внутри она вот так. Фирма Малиса Джей. Не знаю, что это за фирма. В общем, просто как кладчик. И мне пришлось заказать на eBay еще вот такую цепочку. Очень, кстати, тяжелая цепочка. Но и стоит она четыре фунта. Пришла по почте и я ее прикрепила. Да, вот про эту сумку не рассказала. Это из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть из Дубая, когда я путешествовала к моей подруге Юле. Она мне дала вот эту сумку ходить на пляж. То есть такая пляжная сумка с флагом Арабских Эмиратов. Ну, привезла домой в Лондон сначала, потом домой. Удобно входит и полотенце, и зонтик, и все пляжные аксессуары. Все, что нужно. Вот такая вот у меня нынче коллекция. Теперь осталось найти, куда с этим выходить в свет. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok